Здесь мы можем вспомнить про HTML. Казалось бы, язык разметки гипертекста также является теговым, внутри тегов мы также используем атрибуты, точно так же, как мы делаем это в XML, а между открывающим и закрывающим тегом у нас чаще всего помещается либо текст, либо другие теги. Так почему мы не можем использовать те же механизмы разбора, которые мы используем для XML, для того, чтобы разбирать данные в формате HTML? Реалии таковы, что большая часть интернет-трафика в формате HTML является плохо сформированной. То есть может оказаться так, что тег, который мы открыли, мы никогда даже и не закроем, мы можем закрывать теги в неправильном порядке, но при этом браузер все равно умудряется как-то отображать страницу. Поэтому для работы с реальными HTML-файлами чаще всего используются сторонние библиотеки. Это библиотеки BeautifulSoup и LXML. Давайте с вами рассмотрим пример того, как мы можем разбирать HTML-страницу на примере библиотеки LXML. Прежде всего, что интересно, из LXML мы будем также импортировать в библиотеку E3. Это связано прежде всего с тем, что библиотека LXML пытается вести себя в точности так же, как встроенная в Python язык библиотека Element3. И сейчас мы в этом убедимся. Сначала мы сделаем запрос на официальную страницу документации языка Python с помощью библиотеки Requests и метода get. Мы видим на экран status code и content type для того, чтобы убедиться в том, что мы действительно загрузили HTML. Затем мы создадим парсер, HTML-парсер, который находится внутри библиотеки LXML. Именно этот парсер является той самой умной частью LXML, которая отличает его от стандартной библиотеки языка Python. Он позволит нам работать с теми данными в формате HTML, которые являются плохо сформированными. Затем мы вызовем функцию fromString из нашей библиотеки E3 из XML. Тогда мы передадим наши данные в формате HTML. И вторым аргументом мы тогда передадим парсер, который является HTML-парсером из данной библиотеки. Это нам также вернет корень нашего дерева. А затем мы переберем все элементы в поддереве нашего корня, которые являются атрибутом A. Мы выведем на экран данные элементы и их атрибуты. Когда мы данный код исполним, мы прежде всего убедимся в том, что в status code 200 мы смогли получить страницу, что данная страница нам возвращается в формате HTML. А затем мы увидим все элементы A, которые находятся в поддереве нашего корня. Но что самое главное, мы увидим их атрибуты. И почти в каждом из них мы увидим атрибут href, который и является той самой ссылкой, которую мы пытались найти. Таким образом, благодаря библиотеке LXML мы смогли произвести разбор нашего HTML-файла почти так же, как мы это делаем для XML-файлов. Мы считаем, что он имеет древовидную структуру. Мы выделили корень, а затем внутри поддерево выделили все элементы с тегом A. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!